Предки среди нас. Они никогда не заходят дальше двери ожидания. Они не ушли, мертвые не под землей. Их души в неугомонном ветре, в голосе огня и в мягких шагах. Обрати внимание на эти вещи, и ты узнаешь своих предков. Дальмены Кавказа. Где они? Кто они? Кто их строил и когда? Смогу ли я их понять, принять и показать? С такими мыслями и жаждой познания. Я и приехал в город Геленджик, что на побережье Черного моря России. Первое знакомство с дольменами произошло в одноименном фермерском хозяйстве Бомбакова, что недалеко от Пшады. Места, связанные с дольменами, коммерциализируются. И это не исключение. Раньше здесь была большая свалка, но благодаря людям, осевшим неподалеку, все было приведено в более благопристойный вид. А вот и он. Дольмен. Что такое дольмены? Это такой дом. Для кого? И оттуда еще получают знания наших домишек. Дольмен. От бретонского тол. Стол. Мэн. Камень. Мегалиты Кавказа занимают пространство гор и примыкающих к ним равнины предгорий от Анапы до Абхазии со стороны Черного моря. По конструкции наиболее часто встречающийся тип дольмена – плиточный. С виду это карточный домик, состоящий из плит песчаника с округлым отверстием в фасадной плите. Отверстие изначально было круглым. Этот плиточный дольмен стоит на невысокой курганной насыпи, окруженной кромлихом – кольцом камней. Официальная мегалитическая культура Кавказа началась 4-6 тысяч лет назад. Эзотерики утверждают, что порядка 8 тысяч лет назад. Главным отличием кавказских дольменов является качество их постройки. Обработка камня, подгонка блоков, точность постройки, а также фантастическое многообразие конструктивных решений, использовавшихся при строительстве, не встречается более нигде в мире среди культур, практиковавших постройки дольменов. Как жили таинственные дольмены-строители? Зачем столько труда вложили в эти каменные постройки в горах? Что ими двигало и куда они делись? Сможем ли мы их сейчас понять? Слишком много вопросов и слишком мало разумных ответов. Выбор места, структура взаимного расположения мегалитов Кавказа выдают в дольмены-строителях горцев. Понимание безопасных мест от лавин, селей и оползней, частое использование грибней, хребтов – все это хорошо соответствует общим принципам выбора горцами мест для селений, троп и дорог. Отличие кавказских дольменов от Западной Европы и Ближнего Востока в их отсутствии на точечных вершинах хребтов. Мегалиты, построенные у подножия горы, уже сами инициировали гору и составляли с ней одно целое. Иные версии, полученные эмпирическим путем смещенного сознания, в качестве строителей предлагают выбор от потомков Атлантиды до высших цивилизаций Вселенной. Основа безопасности строительства базировалась на акупунктурных особых точках Земли и придавала устойчивости на долгие лета. «Когда ты посещаешь Дольмен, ты что-то чувствуешь?» «Да». «А что, расскажи?» «Я чувствую, как наши ветки в Китае до той жизни мудрости всякие рассказали». «Цивилизация человеков живет отдельно от природы, отдельно от своих истоков и предков. Люди не стремятся сохранять, создавая. Дольмены болеют от корысти и коммерции. Чуть дальше прудика я нашел мертвый лес. Змеевидные растения полностью окутали деревья и сделали их мертвыми. Это ли не предупреждение? Люди должны проснуться от того, что они называют жизнью. Дух Дольменов бесконечно способствует этому, давая каждому. Но Дольмены могут быть и беспощадны. Вероятно, поэтому информация, подтвержденная Дольменами, приведет человечество к неминуемому перерождению. Все стихии пройдут. К 2012 году на Земле останется 0,1% населения Земли, чистых духом, которые и образуют новую расу. Этого нельзя избежать. Но можно отсрочить. А стоит? Есть время подумать. Признание чисто горного характера кавказской Дольменной культуры позволяет резко сузить поиск истоков. Из серии сказаний о нартах, территориально связанных в основном с северо-западным регионом Кавказа, проясняется таинственная информация об исчезнувшей цивилизации и причинах ее исчезновения. Конфликт с богами окончился временно локальным поражением Кавказского центра, прорывом мраморного моря и затоплением Черного. Исторически сложилось так, что именно с осетинской ветви нартских легенд началось изучение Кавказского эпоса. Гораздо позднее появились публикации по адыгейскому, шапсукскому, абазинскому и абхазскому вариантам легенд. Говоря о Дольменных, нельзя не упомянуть об организации Анастасии. Сама организация во главе со знаменитым вдохновителем Мегре разделилась на две части. Одни возлагают цветочки на Дольмены, другие пытаются духовно восстанавливать Дольмены, заявляя о своих успехах. Именно с их творчества на Дольменах в Геленджика каждому более-менее доступному были присвоены имена. Фактически до 2000 года, времени открытия анастасийцами великих Дольменов, многие из них были заброшены. Однако, привлеченный народ стимулировал бизнес. И началось паломничество под пустые и незначащие имена Дольменов любви, здоровья, богатства. Будьте человеком. Постарайтесь просто и спокойно пообщаться с Дольменом. Дольменная каменная втулка встречается теперь нечасто. Предназначена она для создания идеального пространства внутри Дольмена. По версии Мегре, это было связано с финальной медитацией того, кто уходил в Дольмен, предчувствуя свою кончину. Дольмена реки Дугуап, правого притока Пшады, представляют собой четыре прекрасно сохранившихся Дольмена. Фактически, ферма постепенно перепрофилируется под нужды мегалитического туризма и производит лишь мед. Парадокс исследований мегалитов на Кавказе тот же самый, что и в Европе. Увязать варварские племена Эниолита со сложнейшими сооружениями Стоунхенджа, Стоунхенджа, Ньюгренджа, грандиозными Менгирами и другими мегалитами непросто. Проблемы транспортировки, ориентации, сложности сборки с трудом увязываются с каменными топорами и неприветливым климатом. Веерное распределение Дольменной группы можно рассматривать как подмножество террасной группы. Стрелками показано направление стока воды. Дагуапские дольмены соответствуют именно этому типу расположения. А что нужно сделать, чтобы люди обратно стали людьми? Показывать мне пример. У нас самому сначала научиться. Замечательное название поселка Возрождение, что на реке Жене, стало следующим пунктом моего исследования дольменов Кавказа. Пройдя около двух километров по дороге мимо пасеки, я вышел на три уникальных дольмена, каменных изваяний прошлой цивилизации. Тип дольмена составной. В этом случае мегалит собирался из отдельных больших блоков кирпичей. Сверху сооружение накрывалось крышей, как и плиточный дольмен. Блоки таких дольменов слегка закруглены. А вот я уже и тут. Как ты там? Хорошо. Тебе нравится? Да. Молодец. Уютно? Да. Созерцая эти тысячелетние каменные домики, все время пытаюсь уловить отголоски технологий, использовавшихся при строительстве. Невольно приходит мысль о глинообразных глыбах в момент сотворения дольменов, мастерски сложенных и окаменевших впоследствии каким-то образом. За ней переходит другая, говорящая впечатляющей энергии мысли, сознание, которое способно передвигать, ваять каменные блоки, или же их просто материализовывать из пространства. Залезу с одной, а вылезу с другой. Угулась и тесно очень. Составной дольмен из комплекса в долине реки Жене собран заново археологами после землетрясения. Перед сводчатой башней мегалита выложена площадка из плоского плитника. Аномальное черное отверстие открытого дольмена гипнотически притягивает глаз. Концентрация на отверстии мегалита есть прекрасный способ с небольшими усилиями послать в транс сразу целую группу людей. Коллективные мистерии могут проходить по разным поводам. Например, по солярной ориентации на восход или заход солнца в данной точке долины. на центральном групповом дольмени у реки Жене изображен орнамент в виде зигзага. Интерпретация может быть самой разной от воды и до некоего покровительства. Для постройки дольмена на Кавказе порой часть скалы необходимо было буквально протащить на 15 и более километров. И это все в горах в сильно лесистой местности, где порой и без груза пройти тяжело. Поражает даже не это, а то самое качество подгонки многотонных плит, достаточно точное соблюдение пропорций. И все это каменными инструментами. выдавленный стол на фасаде означает не что иное, как дверь в другое измерение. При определенных навыках и некотором везении кому-то может повезти. Открытое отверстие дольменов производит ощущение, что дольмен на тебя смотрит и зовет. Так куда же он смотрит, этот дольмен? Подавляющее большинство дольменов всех типов и конструкций имеют отверстие, направленное вниз по склону. Как правило, камера дольмена уменьшается к задней части, крыша наклонена назад, реже горизонтально. Иногда уменьшение камеры достигалось постепенным подъемом пола к задней части мегалита. С фасадной части часто пристраивались небольшие порталы, галереи, притворы или дворики. Дольмены будут хранить свою тайну еще долго, до тех пор, пока человек не сможет их понять. Обывателю трудно судить по внешнему виду об их истинной ценности, хранимой внутри, подобное неандертальцу из каменного века, попробовавшему общаться с компьютером на языке камня. Дольмены реки Жене не только тянут к себе людей по знанию, но и коммерцию современного мира. В сезон за вход сюда нужно оплатить небольшую мзду. Впрочем, очереди страждущих от этого только полнятся. Много людей поселяются здесь на день-два, неделю-другую, или как сторожил место на месяцы и годы. Помимо единения с природой, возникает какое-то умиротворенное состояние души, что сказывается на личности и общем отношении к человеку, к людям, к миру, к Вселенной. Как проходило ритуальное использование дольмена? Вероятно, применялась специальная система доступа в зависимости от специализации дольмена. Каменный круг – свидетельство старинной насыпи или кладки, окружавшей мегалит и одновременно подпиравшей его. Что они тебе рассказывают? Как раньше люди жили. А как раньше люди жили? Хорошо. Им не нужны были машины, им не нужны были школы, им не нужны всякие самолеты. Или они мысли на тебя были стали? Как на крышке. Да. Не знаю, было очень. Версия о том, что недалеко от дольменов, в пределах 100 метров, должен быть источник воды и как-то связан с ними, недоказуема. Путешествуя жарким летом по горам северо-западного Кавказа, вы рискуете носить воду с собой и запасаться ею впрок в прекрасных водопадах. Русло какое-нибудь рядом с дольменом вы скорее всего найдете, а вот воды там уже не будет. Активные познаватели дольменов работают с ними, иногда производя различные ритуалы, пытаясь найти или использовать свои сенсорные способности. Судя по тому, сколько искренних историй мне удалось услышать и кое-что испытать на себе, кому-то это удается. В любом случае, человек, раз побывав здесь и почувствовав дольмен, остается с ним в контакте на всю жизнь. Дольмен — это не просто захоронение или погребальная камера. Некоторые захоронения принадлежат гораздо более поздним эпохам и являются лишь непониманием сути дольмена. Их просто использовали как удобную могилу. Изначально строительство дольменов олицетворяло собой символ связи с подземным миром мертвых, как священные точки связи пространства земного и подземного. А когда ты вырастешь, кем ты будешь? Не знаю. Человек. Кем еще можно быть? Не знаю. Вполне возможно, что на дольменах происходит некий взаимовыгодный информационно-энергетический обмен. Дольмен — это странная живая пустота, напоминающая человеку о себе. Более чувствительным через медиумические прозрения и откровения. Более прагматичным через душевные волнения, связанные с непониманием сути дольмена. Абстрактный пример распределенной террасной группы. В каждом месте, указанной стрелкой, может быть и один, и несколько дольменов. Если позволяет ширина относительно плоского участка, то могут быть и ряды. эзотерический туризм на Пшаде включает в себя около 70 дольменов и начинается на окраине одноименного поселка. Первый ориентир дольмен в самом поселке. Это отдельный корытообразный дольмен в районе теплиц. Он находится на самом краю поселка у подножия горы и представляет собой монолит, высеченный из цельной глыбы скалы. Фасадная сторона сделана плоской, с рельефно выделенной имитацией портала плиточного дольмена. Группа на отрогах горы Цыганково находится справа и расположена на гребне хребта, а большая группа располагается на берегу реки Пшады. Примерно в четырех километрах от поселка на подступах к дольменной деревне находятся в разной степени сохранности мегалиты. Так называемое восьмидольменье расположено компактно несколькими рядами на самом берегу стоят семь почти полностью сохранившихся мегалита. Они построены в характерном для Пшады основательном стиле массивные хорошо подогнанные плиты трапециевидные устойчивые конструкции из песчанника. В мире археологии нет окончательного мнения зачем строили дольмены формальная разновидность гробниц но зачем строить именно дольмены а не иные функционально очевидные сооружения для захоронений непонятно тем более непонятным останется отсутствие украшений и рисунков знаки на дольменах скорее исключение чем правило причем зачастую выпуклые да так что для формирования знака нужно было снять еще слой камня со всей поверхности каменной плиты умели но не хотели скопление большого количества дольменов в одном месте обозначаемом как дольменная деревня производит не только визуальный эффект но и яркие ощущения внутри рассказывая о собственных переживаниях отмечу лишь ощущение прокачки очистки всей физики тела и сознания в течение всего моего пребывания на месте съемки головокружение на грани падения финалом сменилось полным ощущением великолепия и чистоты дольменов дольменов конструктивно строительство дольменов у реки Пшада что в 40 километрах от Геленджика выполнено оптимально боковые стены здесь поставлены под наклоном образуя ложный свод в фасадной части дольмена вырезали отверстие и затыкали каменной пробкой массовое познание дольменов в России началось в конце 90-х годов всего на Кавказе до сегодняшнего времени обнаружено около 3000 дольменов но в отличие от Европы у нас мало изучены горы не следует особо доверять и местным старожилам заявляющим что дольменов у них нет они есть практически в каждой долине но были попросту забыты и они не не они не Продолжение следует... Отверстия в дольменах чаще всего круглые, но встречаются и полуэллипсы, треугольные со скругленными краями и даже квадратные отверстия. Кроме того, бывают дольмены без отверстия вообще. Принадлежность таких построек к дольменам определяется скорее интуитивно. Продолжение следует... Что же еще скрывают от нас горы Кавказа? Какие тайны? Есть ли вообще среди нынешних строительных достижений что-нибудь, что простоит хотя бы 500 лет? Или когда-нибудь какой-нибудь дремучий крестьянин будет отковыривать ломиком кирпичики из кремлевской стены себе на огород? Не пропадать же добро? Кто сюда приходит и зачем? Просто посмотреть, фотографировать. В основном в экскурсивке. Они приходят просто. То есть подурачиться? Да. Плиточные дольмены. Они встречаются на Кавказе везде, где есть дольмены вообще. Как правило, на каменный пол ставятся боковые плиты стены. Между ними в пазы вставлены передние и задние плиты. Сверху крыша. Иногда тоже с пазами различных типов. Боковые стены и крыша могут выступать вперед, образуя портал. По бокам иногда ставили необработанные плиты или камни, чтобы прижать стены. Мегалитические сооружения в России встречаются в основном на Северном Кавказе. Дольмены разных типов. Менгиры, остатки пирамид и артефакты. Дольменоподобные сооружения есть на Алтае, на севере европейской части России. С виду разрозненные группы дольменов стоят на склонах гор. Некоторые выше, некоторые ниже. Где-то группами, где-то поодиночке. Но никогда на вершине горы. Горы для людей наряду с Солнцем имели наибольшее значение, наивысший сакральный смысл. Гора — это наиболее сильный объект окружающего пространства. Гора — символ бесконечности, непостижимой силы и абсолютной неизменности, вечности. Дольменный комплекс без вершины не есть отражение или копия, а символ горы. Большинство построек ориентировано примерно по линии стока воды. Маловероятно, чтобы дольмены строили специально для солярных наблюдений и в качестве солнечных обсерваторий. Для фиксации одного направления достаточно поставить два камня Менгира, а для фиксации многих построить Стоунхендж. Добывание пищи в эпоху раннефеодальной местности — тяжелый постоянный труд, чтобы прокормить одного работоспособного, незанятого в производстве человека, нужно было десять работающих. Еще до эпохи родовых общин и кочевых племен дело обстояло веселее. Отрывать людей надолго, чтобы строить каменную гробницу ни на один день, крайне неразумно. Большое количество людей, занятых в постройке, подразумевает поселки и города. Но где они, эти остатки? Среди взрослых и детей, приехавших на Дольмены, наблюдается существенное различие в поведении. У детей случается творческий подъем. Взрослые ощущают непонятный природобеспокойство и даже раздражение. Случается и неадекватное поведение. Любые реакции, происходящие здесь, гипертрофированы, и в людях проявляются те черты, которые в других местах закрыты от сознания. Результаты различны, в первую очередь по времени. Дети, столкнувшись с необходимостью признать свою ошибку, достаточно быстро реагируют и исправляют свое поведение. Взрослые же могут годами маяться, ходить вокруг да около, жаловаться на судьбу, находить в себе оправдание, но ничего не меняя по сути. Посещая дольмены, остается полагаться на самого себя, отбросить эмоции, не глушить ими сознание. Отрицательные эмоции можно получить лишь в избаламуте в себя витиеватыми идеями. Дети не подвержены отрицательным воздействиям. Видимо, потому что еще имеют незамутненный до конца механизм саморегуляции. Они обычно не летят, выторщив глаза к ближайшему дольмену в поисках решения всех проблем. Вертикальная организация построения дольменов встречается, когда они стоят по бортам круто падающего ручья на пологих участках мини-хребтов. Путешествуя, можно встретить ни одного человека с глобальным пониманием рода дольменов, как с ними общаться и что делать конкретно. Поищите глазами предмет потяжелее. Это иногда помогает углубить сознание. Особенностью мышления человека является то, что он все очень быстро расставляет по полочкам. При нехватке информации все достраивается, додумывается автоматически. Человек не любит неопределенности, а если такова и появляется, мыслитель ее игнорирует, признает недостоверной или дилетантской. Нужно всего лишь быть открытым к новому. И главное, ничего не бояться. В человеке есть силы, способные справиться с любой ситуацией. Почему сейчас люди так не могут? Потому что сейчас им нужны машины. Потому что сейчас имели не хотели. Да. Потому что сейчас люди изменились. В поселке широкая щель обнаруживаем еще один дольмен плиточного типа. Особенно впечатляют выпуклые знаки на соответствующем фасаде и каменное отображение портала, символа связи между мирами. Рельефный рисунок и четыре выпуклости над ним на линзообразном фасаде делают его уникальным. Нередки чашеобразные углубления не всегда очевидного происхождения. А так называемые ямочки, которыми испещрен дольмен, вероятно, являются углублениями от пуль. Его могли использовать как дзот или пристрелочный пункт в недалекие времена. Кстати, на мегалитах вполне возможны более поздние знаки и рисунки, включая современное творчество. Последствия посещения дольменов как внутренние, так и внешние. У детей возникают мировоззренческие вопросы. Что такое идеальное? Что значит бесконечность Вселенной? Почему мы не видим нимба, который рисует на иконах? Они вдохновляются на созидательные и творческие поступки, становятся более инициативными во всем. Взрослые возвращаются обычно к своему привычному укладу жизни, который уже не складывается, иногда заболевают. Пожалуй, главное различие между взрослыми и детьми на дольменах заключается в том, что последние приближаются к такому состоянию, как они задуманы Богом, а первые выглядят такими, какими они сделали себя сами. Гребневая структура подразумевает, что дольмены могут стоять не только на гребне, но и быть смещенными по нему. Группа может быть непрерывной, а может состоять из нескольких дольменов, отстоящих в нескольких километрах друг от друга. А ты знаешь, как надо зажить? Да. Да? Не надо воздух зажить. Сама делать спокойно, без машин. Можно уже вот сеть на лошадку в тележку и поехать. Серьезно в тележку. Можно верхом. Финальный путь моего путешествия пролегал между двух карьеров в гору Нексис в 5 утра встречать первые лучики солнца с дольменами под небольшой весенний дождь. Человек далеко ушел от себя. Материальность беспокоит больше, чем духовность. На дарменах появляются истинные глубинные черты личности, в основном скрытые в повседневной жизни. Отсутствие каких-либо ожиданий, умение отпустить себя, доверившись своей природе, открывает путь к реальности, неизвестности. Позиция и поведение самого человека на дольменах неизбежно отражается на качестве событий, происходящих с ним. После поезда к надольмене в результате полученного от них опыта меняется привычный уклад жизни человека, самочувствие, социальные отношения, а со временем и его мировоззрение, иногда вопреки сиюминутным желаниям. осмысление полученного опыта приводит к отчетливому чувству, что в нашей обыденной жизни не хватает звеньев цепочки, нужных для удовлетворения и счастья в жизни. И все все же я нашел свой дольмен. Что было дальше, оставлю внутри. Скажу лишь, что мысли ответа, рожденные каким-то образом в моем сознании, заставляют еще глубже задуматься над миром, в котором я живу. Дольмен горы Нексис собран из разнокалиберных блоков песчанника, причем некоторые из них Г-образные. Несколько передних модулей отсутствует. Поражает сверхщательная подгонка. Заметьте, грани этих блоков непрямые, причем существенно непрямые. И по этим криволинейным поверхностям и происходила подгонка. Торцы тоже криволинейные. Очевидно, такой способ не в малой степени добавил прочности конструкции. По периметру всех неповрежденных модулей на высоте около 75 сантиметров идет рельефный зигзагообразный бордюр выполнены очень аккуратно. Симметрии в расположении этих орнаментов нет. Даже без графологического анализа можно что-то предположить. А самое интересное осталось в виде кругов на крыше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Побывав на дольменах, я соглашусь с выводами, что на них дается спектр возможностей осознать любое действие, понятие и, значит, установить над ним контроль. Подчинить себе, изменить желаемую сторону, сохраняя свою независимость как к внутренним, так и к внешним воздействиям. Получить импульс к самореализации, обрести недостающий опыт для полноты знания, стать самодостаточным человеком, неподвластным каждому поветрию. Как ты считаешь, люди изменятся? Думаю, да. Да? Замечательно. Или, выражаясь словами Кастанеды, получить шанс, взять шанс. А ты уже, понимаешь, душа из-за сковала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин ПИРАМИДЫ ПИРАМИДЫ ИКРОМЛИХИ МЕНГИРЫ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАМЫ Аллеи И ДОЛЬМЕНЫ ГАЛЕРЕИ И ДОРОГИ СТОУНХЕНДЖ Карнак Бальбек Мальта Остров Пасхи И Индия Разные культуры Разные эпохи И разные технологии И все это как-то привычно и интересно И так же привычно далеко Где-то там Но для того, чтобы увидеть Мегалит Совсем не обязательно Мчаться в Туманную Англию Они рядом На Кавказе В России И называют их Обычно Дольменами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин